Привет, я Владимир Шамшурин, эксперт по общению с женщинами и мужской мотивации. В этом видео я хочу поговорить с тобой о том, о чем можно разговаривать с девушками на свидании, чтобы это было эффективно. Но прежде чем ты будешь его смотреть, хочу напомнить, что если ты еще не подписан на мой канал, вот сейчас есть отличная возможность это сделать для того, чтобы смотреть мои видео первым. Итак, о чем было бы прикольно с ними поговорить? Поговори с ними о детстве. Детство это такая тема, которая сближает всех. Потому что, как правило, как ни странно, детство было у всех. И оно было почти у всех счастливое, довольное, радостное. В детстве все равно происходили самые классные моменты. Можешь спросить у девушки, в кого она наряжалась на детских утренниках. Как она шалила в школе, что они там делали, что они делали, не знаю. Как они издевались над учителями или учителя издевались над ними. По-любому будет огромная общая тема для разговора, и она будет веселая. Следующее. Можешь поговорить о целях. Расскажи девушке о целях и вставляй туда эту девушку. То есть, в хорошем смысле слова вставляй. О чем я говорю? То есть, говори о своих амбициозных целях, о своих планах, о своих желаниях. Это не должно быть о том, что я хочу однушку в Биберево, в ипотеку, потому что это близко к моей работе. То есть, расскажи ей действительно о своих амбициозных целях. Даже если сейчас у тебя ничего нет, попробуй дать ей понять, что ты парень очень перспективный. Следующее. Поговоря о родителях. Тема родителей очень сильно вызывает доверие. Вместе ли живут ее папа и мама? На кого она больше похожа? Есть ли у нее брат? Как они относятся к друг другу? Потому что, как известно, человека не надо воспитывать. То есть, ребенок растет, видит отношения друг к другу своих родителей. И, соответственно, вырастает таким же, притягивает к себе такую же семью, такие же отношения. Есть один очень прикольный вопрос, который всегда заставляет девушек задуматься. И это целая тема для разговора. Спроси, какие парни или какие мужчины нравятся девушке больше всего. Она наверняка задаст какой-то наводящий вопрос в плане чего внешне или характер, можно сказать, ну и внешние характеры, качества. И девушка будет тебе рассказывать о том, какие мужчины ей нравятся. Она обязательно скажет, что должны быть ответственные, что должны быть такие-то, что такие-то. И в дальнейшем ты покажешь, что именно ты и такое есть. Прежде чем ты продолжишь смотреть это видео, у меня есть для тебя важная информация. Я займу у тебя буквально несколько секунд. Если ты впервые смотришь мой канал и еще никогда не был на нашем сайте всетвои.ру, то именно сейчас тебе нужно зайти туда. Почему? Потому что там тебя ждут сразу несколько подарков от меня. Это видеокурсы на темы, как познакомиться с девушкой, что написать, о чем разговаривать с девушкой, как вести себя на свидании и многое-многое другое. А также, как преодолеть женские проверки и возражения из серии «Я не знакомлюсь, я не даю телефон» или «У меня есть молодой человек». Ты абсолютно бесплатно получишь их на свой e-mail прямо сейчас. Переходи на сайт «Все твои», которые ты видишь в описании, забирай свои подарки, применяй их на практике, ну и, конечно же, записывайся к нам на обучение. Есть еще такая интересная штука. То есть все боятся вот этих немых пауз. И этого бояться как раз не нужно. Ты же не робот, чтобы говорить постоянно, без конца, беспрестанно. Попробуй, если не знаешь, что говорить, поговори о своих ощущениях. Скажи, что ты знаешь, я совсем не знаю, о чем с тобой разговаривать. Может быть, ты что-то расскажешь. Самое главное, чтобы ты расслабился. Возьми ее ручку и начни разглядывать ее ногти, пальцы. Говори, что они длинные, тонкие и музыкальные, если они, конечно, такими и являются. Расспроси что-то о том, как она делала себе маникюр и что это за маникюр, вообще какие-то женские названия. Посмотри линии на ее руке. Это очень прикольная тема для разговора, опять же. И она может занять много времени, плюс ты ее уже трогаешь, пусть даже в таком социально допустимом ключе, но девушке это будет нравиться. Можешь поговорить с девушкой о запахах. О запахах тоже очень круто. Скажи, ты очень прикольно пахнешь, да, я тебя понюхаю. Во-первых, это повод понюхать, провести носом по ее шее, может быть, даже не раз. И ты опять же покажешь себя как такого игривого самца. Во-вторых, тема запахов вообще очень такая актуальная сейчас. То есть, кто чем пахнет, какие духи любишь ты, как, послушав ее, она пахнет и так далее. Следующее, о чем можно поговорить, поговори с ней о путешествиях, о море. Даже если ты никогда там не был, расскажи, куда ты хочешь поехать. Хотя, на самом деле, конечно, я надеюсь, что ты где-то уже был и тебе есть чем поделиться. Сейчас, слава богу, у многих есть возможность путешествовать, поэтому расскажи. Девушки, как правило, не очень любят Азию в массе своей, хотя многие все-таки туда ездят. Расскажи, что ты любишь эту Азию, почему тебе там прикольно. Потому что ты любишь носиться на мотороллере, любишь океан и так далее и тому подобное. И самое главное, чтобы ты рассказывал так, чтобы у тебя горели глаза. И это будет очень хорошо заходить. Можешь задать девушке такой интересный, компрометирующий, намекающий вопрос. Я очень люблю такие вопросы задавать. Слушай, а что бы ты сделал, если бы стала на один день классным парнем? Они так интересно на это реагируют. То есть, можно задать какие-то еще моменты, типа, у тебя есть все, у тебя есть деньги, ты красивый, у тебя есть там дорогая тачка. Ну, то есть, все, что казалось бы, якобы, там, нужно для счастья самому классному парню. Что бы ты начала делать? И в идеале девушка должна ответить, что в этот момент она бы занялась сексом с какой-то девушкой, соблазнила бы какую-то девушку. То есть, это такая прикольная тема, над которой можно поэкспериментировать. Следующее важное, что можно сказать. Если девушка вдруг начинает слишком много тебя оценивать, то есть, а сколько ты зарабатываешь, а есть ли у тебя то-то, а куда ты ходишь, то есть, а меня вот устраивает, когда мужчина ведет себя так, а мой мужчина должен быть таким и так далее. То есть, если тебе это не нравится, попробуй перевернуть этот фрейм, как бы перевернуть оценку в ее сторону. Спроси ее, а какую книжку она в последний раз прочитала. Спроси ее, умеет ли она готовить вообще, потому что для тебя очень важно, умеет ли девушка готовить или нет. Спроси, а как она заботится о мужчинах, то есть, о своем мужчине, как она, что она готова делать и так далее. То есть, попробуй перевернуть эту оценку. Еще один момент. Все должно быть с эмоциями, то есть, это должна быть раскачка по эмоциям. Не надо думать, что свидание это обязательно вот такой вот позитив, взрыв энергии и так далее. Ты должен быть разным, эмоции должны раскачиваться. То есть ты можешь рассказать ей какую-то грустную историю, можешь рассказать какую-то жалостливую историю, то, что ты видел, как, не знаю, собака съела котенка на твои глаза, твоя собака. Ты можешь рассказать какую-то еще историю, ты можешь рассказать какую-то смешную историю, ты можешь где-то поржать, подшутить над ней, подколоть ее. То есть ты должен быть разным, в этом вся раскачка. И это очень хорошо сближает и вызывает интерес девушки к тебе. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. На связи был Владимир Шамшурин. Если ты еще не подписан на мой канал, обязательно это сделай и получай мое видео первым. Увидимся. Пока.